А у меня оно сейчас окончание, как постликс? Сколько «пла-мя»? Конечно, нет. Правда? «Мя» у нас сейчас постликсом не бывает совсем. А вот окончание оно бывает, да? Просто «мя» окончание? Да. Ну, скорее «я» отдельно. В теперешнем слове, кстати, слова, заканчивающиеся на «мя». «Пла-мя», «бри-мя», «бри-мя», «си-мя». Это середняя нота. «Си-мя», 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 «вы-мя», «и-мя». У них, конечно, не окончание. У них окончание, нормальный, я. У них там есть страна. «Мя», «подержи». «И-мя», «по-множить на числе вдруг появится существо. «И-мя», «имена». «И-ми-на». А «имена» – это еще значение. Ну, «имена». Ну, корень все равно «им». Ведь имя – это то, что человек каждый имеет. Правда? А, ну да. Конечно. Здесь тот же корень «им». То, что он берет, то, что он принимает на себя. Я принял на себя некое имя. Я при учении не придумал. Ну, учение здесь, наверное, ни при чем. Правда? Дима. Я еще придумал, Дима, время. 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 Пламя. 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 Но, конечно, там это «мя», не «пусфикс». А «мя». Это часть корни. То есть, это что? «И-мя», «сем», «врем», «рем», это все корни. Окончание «я» на базе. «Мука» и «динамоним». Я думаю, «динамоним» узнаешь. «Мука» и «мука». «Мука» и «мука». Естественно. Но это как-нибудь потом. Значит, пусть вас не смущает. Во множественном числе иногда у нас появляются странные суффиксы. Новые. Так. Образуйте множественное число слова «чудо». «Чудеса». 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 «Чудесные». «Чудесные». Смотрите, основа у нас здесь удлиняется. Да? «Было чудо», «стало чудес». Значит, что такое «ес»? Получился новый суффикс. Так. Ну-ка, найдите словечко по такой же модели. «Чудесные». «Чудесные», согласен. По такой модели, когда в единственном числе одно, во множественном другое. Подсказка. Это мы всегда видим. «Небо». 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 «Небес». «Небо». «Небеса». Правда? «Да». «Во множественном числе. «Небо». «Небеса». Так. Раз успеем. Давайте еще. Какие странные выборов слова. Образуется множественное число от слова «брат». «Братья». 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 «Что там новенького появилось?» «Хлопок хлопчатой бумажью». «Хлопок хлопок. Х 난. ХОСТэкс Я». «Хлоупок хлопок». «Х ну, этого даете. Это неправда. «Хлопок». «Хлопок хлопчатой бумажью». «Хлопок Ну, там суффикс «чат». Чат. 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 Чат тоже бывает. Суффиксом. Чат. 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 Брат, братья, лист, листья. Что там новенького? Я. Я. Просто я? Нет. Я это окончание. Я. Ить. И мягкий знак. Здесь есть некоторая тонкость. Я. Мягкий знак. В этой тонкости да. Мягкий знак. Я. Я. Мягкий знак, якобы. Мягкий знак появился. Откуда он появился? Давайте фонетическую транскрипцию напишем. Потому что братья не по-русски. Братя. Братя. По-брански. Братя. Все просто. Транскрипция будет точно так же, как мы пишем слово. Братя. Братя. Почему? Транскрипция это как мы слышим слово. Брат. Мы слышим брат. Мы слышим смелость, как мы слышим брат. Но я не знаю, кто слышит. Брат. Брат. Это так англичане слышат. Брат. Брат. Англичане не слышат. А вот со словом братья я прошу чурчуркать. Е-А. 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 У нас там. Брат. Мне сверху запятую поставить. А что вы пишете? Субня. Можете вместо этого написать и кратко. Братя. 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 У нас, во-первых, Т стало мягким. Почему? Из-за мягкого зла. На него повлиял йод. Да. Это согласный звук. Напоминаю, йод. В старой славянском? В русском тоже. Братя. Нету накручку. Есть только краткое. Практически напишу вот так. Так проще? Да. Хорошо. Попишу так. Но тоже не забывайте, что йод всегда мягкий. Да? Йод. Что вы говорите? Йод? Йод мягкий. Йод. Он не йод, а йод. Йод мягкий. Вот сейчас мы сделаем странную личность. Мы попробуем. Мы попробуем разобрать. И это слонечко. Вот так в транскрипции. По мархивам. И что получится? Корень, конечно, брат. Это понятно. Окончание, конечно, а. Мягкий знак. Вратья. Вратьев. И так далее, и так далее, и так далее. А что досталось на двое суффиксов? Ну, е. Это суффикс. Мягкий знак – это суффикс? Это суффикс? Конечно. Когда мы разбираем, я не советую отвечать вам мягкий знак как суффикс. Нет. Мягкий знак обозначает мягкость цепи. Мать его класса не будет. Мать его класса не будет. Ничего, Радуньки. Новое открытие. Потому что ничего не будет. Оказывается такой суффикс, как е. Словят. Ратья. Листья. Можете сами подобрать какие-то похожие слова. Ну, тут корм вам значился на т. Почему нет? А, это совершенно не безрек. Прутья. 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 Калусья. Прут – прутья. Колос – колусья. Волос – колусья. Так. Волос – волось. Волось – волось. Ну, когда по старому, да? Волось – я, можно было так сказать. Вместо волосы. Есть такое слово «плуг». А по кому можно ничего сказать? Ну, плуты. Нет, «плуг». Вслуг. Луги. Все хорошо. Ну, нельзя так и случить. Рот – рот – я. Ну, рот – рот – я. Это приятное, да? Рот – я, ты. Правда? Да. Да. В пути – в пути. Рот – я. Рот – я. Если нам пришло в голову образовать множественное число. Не волнуйтесь, что придется иногда ставить какой-то странный суффикс. Конечно, важно, чтобы вы не разбирали вот так. Все-таки суффикс – мягкий знак, кого мы никогда не отвечаем. Правда? Мы не будем. И не будем. Мягкий знак не обозначая звук, вы помните. Но вы знаете, что я обозначаю звук. Братя. Мы же не говорим «братя». Да. Нет. Вы украинский, братья. Украинский, да. Да. Но нам сейчас украинский не так важно. Нам важно русский. Знаешь, как у тебя украинский? Там возможны вот эти странные суффиксы. Вроде «е» в розык. «Ес». «Ес». «Ес» А «ес» какое-то суффиксное. Более того. «Ес» имеет слово. Как по-древнерусски надо было сказать «ухо» по множественному числе. Ухи. 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 Нет, не пойми. Ухи. 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 Ухи-са. 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 Они так не говорили, они так описали. Я никогда не смущал меня, что это чул sweя «сов». Давайте ещё попробуем потренироваться. «Есть». «Тело» «Под древнерусский рутан». «Тело». «Под древнерусский рутан». «Под древнерусский рутан». «Под древнерусский точно так же, он говорит «Тело». «Правда, через буковку я». Догадайтесь, как много телеса, содержимый герой. Чувствиять. Слово «тела», наше сегодняшнее, тоже существовало, когда мы говорим о многих телах, скажем, «бавшей» на поле брани – телах. Но это было число двойственное. А двойственное – это всего только два. А так, если три, больше трожь – тела. А вот множественное число было телеса. На самом деле мы и сейчас можем сказать «телеса». Мы сейчас можем сказать, скажем, о человеке в теле. У него богатые телеса. То есть он, попросту говоря, толстый. Вот тело богатые, жирное какое-нибудь. А солдаты любые все худые. Мы сейчас, конечно, тоже так говорим, но в граническом смысле. Мы не имеем в виду, что телеса это много тел. Правда? А древнерусские люди? Говорим так. Для них два тела, но много телес. Правда? Нет. 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 Нет.